Ого! Зима! Вот тебе красивые ёлки. Вот справа красивые ёлки. Вот слева красивые ёлки. Человек. Так, мы сегодня в Москве. Команда Ух. Саня решил, что он тоже блогер. Покажи свою покупку. Короче, ну вообще. Мы были в магазине фотооборудования. Сегодня закупили оборудование для фотостудии в школу. У нас в декабре будет отчётная фотосессия. Поэтому у нас всё будет новое, свежее, современное. И уже на следующей неделе нам привезут. Так, ну что, мы прибыли. Пошли. Это не дети, это какие-то телефономаны. Ой, как вы стоите в воде! Вы все промокнете! Ну вообще, я тоже на этой выставке, чтобы вы не подумали. Кто там создал эту выставку? Иван, нам сказали. Иван. Обычный человек. Помещаешься в ней. Мы ждём начало и крутимся с Саней на кресле. Остановите. 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 Этот сурок мало того, что спал всю дорогу. Иван. Граждане усилий. Очень светло. Очень. Очень. Выглядит, например, вот так. Оно, собственно, иногда мигает. И прям в воду. Где? Ау! Сань, сквозь. Добрый день. Такой пол зеркальный. И потолок тоже зеркальный. Все зеркальный. Ну, классно, так все переливается. Мы в зале воображения. Такой приятный свет зеленый. Кажется, что он вообще бесконечный, да? Как будто бесконечный. Оу! Давай с тобой так споткнем. Вот споткнай нас с мамой. Что вы можете сказать про зал орхидей? Хуй. Очень необычно. Живые. Чтобы вы понимали, это живые орхидеи. Вот корни. Вот орхидеи. И они здесь повсюду. Я понял, что продать может быть все что-то. Да, да. Три тысячи. Живые орхидеи. Три тысячи. Если не могут быть, Артем, они будут играть. Опускаться и заниматься. Когда святые будут опускаться, то есть постоянно, и все, чтобы видеть, и кто-то не будет. Привет. Привет. Живые. Мы, кстати, с этой стороны в Эденхане разу не были. Летают там эти кабинки. Как они называются? Как называются эти кабинки? Я забыла. Орион. Нет. Да. Короче. Как они называются? Или как они сами по себе? Кабинки как называются? Канатная дорога. Канатная дорога, да. Я думала название. Сейчас, кстати, теплее, чем мы были, когда здесь в Москва-Рюме. Вот реально. Хотя сегодня уже 22 ноября. Красиво надо сюда приехать. Вот здесь солнце Москвы. Сюда приехать летом погулять, когда тепло. Мне кажется, здесь интересно. И здесь с другой стороны колесо обозрения. Старое колесо обозрения на Эденхане демонтировали. Поставили вот это новое. Мы на нем ни разу еще не катались. Надо будет как-нибудь проектик прокатиться. Вот колесо обозрения-то, которое. Вот солнце Москвы. А вот колесо обозрения. А там вход на ВДНХ. Красиво, да? Реально на солнце похоже, да? Так, ваше мнение про экспозицию. Неплохо, но обозрение лучше. Поля, кстати, нашла, что в Токио такая выставка есть. Это, в общем-то, все подворованное. Кто-то просто реализовал ее в Москве. Но мне понравилось. Зеркала и огни, это вообще прям мне очень нравится. Имбирный чай, вы просто не представляете. А ягодки-то. Ягодки-то справа есть. Мальчики играются, выдавливают сок из имбиря. Вот смотри. Давай, вот ягодки я смогу. Они не такие. Ага. А я вам сейчас покажу, какая красота на улице. Бог мой. Имбирный сок, шарелый сок. Взрыв имбиря. Там, мне кажется, кто-то есть. Ага, попался. Смотрите, какая красота. Зима. Воздух, чувствую, Новым годом попахивает уже. Мы уже сделали массаж гуаша. Смотрите, какая у меня есть штучка. Я вчера, естественно, со своей удачливостью стерла три. И ничего не выиграла. Давай, Дим, ты каком-то стирай. О, давай. Что можешь застирать или как? Циферку. Видишь циферки? Да. Вот надо выбрать циферку и стереть. Ты, естественно, 17 стерла, я понял. А я стеру 13. Стиру. Сотру. Стиру. Итак, пока все сходится. Рубли, рубли, тысячи, тысячи. Рубли, рубли, тысячи, тысячи. А, не совпало. Должно все три совпасть. Саша, выбирай ты. Накодник. Ну, сейчас я хочу птичку стереть. Да-да, давай. Жирный попугайчик. Ой, жирный снегиречек. Ничего. Ну, я какую-то побольше стирал. Так. У меня еще все разные. 250,5. Короче, это нереально. Нам слишком везет. 25 тысяч мне упал. Не везет мне. Да-да, повезет в любви. А нам ведет в любви, поэтому в лотерею нам не везет. 250,5. Ну, посмотрите, какова красота. Киви, кстати, вот этот желтый, он не такой вкусный, как обычный зеленый. А еще мы стали есть паштеты. Вот этот из лося. Кабано. В общем-то, субпродукты в чистом виде мы не едим, а вот в качестве паштета очень даже ничего. Приятного аппетита. Саша сходил к Поле и унес у нее половина книг. А Поле в курсе? Не знаю. Ту-ду. Надо бы ей позвонить. Ту-ду. Это Поле читала, да? Саня слепил снеговика. Ну, почти. Мы с Анькой высадили стричься, пока поехали по делам. И тут такая потрясающая красота. На голову падают, кстати, комки снега. Нос красный. Но прикольно. Так, на СДЭКе забрали папин подарок. Папа в понедельник день рождения. Я вам потом после дня рождения расскажу какой-то потрясающий подарок. Очень долго я читала, смотрела про него. И, в общем-то, вот. Кто знает, что это такое? Моя баба Юля задарила мне гриб чайный. Вот так вот провода сегодня по всем, да, прям притягивают. Ага. Вот они, прелести загородной жизни. На самом деле снега очень много. Вот, чтобы вы понимали. Прям вот. Ну, куда, куда, куда ты? Татьяна, не надо в кроссовках ходить по снегу, пожалуйста. Иди домой. А дома холодно, потому что опять нет электричества. Духовка не горит. Везде обрывы. Мы сейчас ехали, везде вот эти провода до земли висят. И везде нет света. Где-то нет интернета, где цвета, где связи. В общем-то, мы решили сейчас поехать в баню. Пользуюсь случаем, потому что дома холодно, темно. И ничего не сделать. Даже поесть не приготовить. У нас не работает котел. Соответственно, нет и воды. Смотрите, как деревья все лежат. Прям все веточки опустили. Свои тяжелые. Смотрите, какую мы нашли избушку на курьих ножках. Прикольная такая лапка. Очень смешная. Мы здесь были несколько лет назад. В общем, здесь очень много что поменялось. Мы сейчас там кушали в ресторане. Здесь оставили домиков много. А мы сюда приехали в баню, потому что у нас дома нет света. И, соответственно, там нечего делать. Очень холодно. Приезжали. Там какая-то площадка большая. Где? Там красивая такая светится. Там елки какие-то прям в круг. Там как будто, знаешь, из нового зайчик. Да, 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 да. Такие ты, ты, ты. Темно-синий в лесу. Где трепещут? Ихвельнихт. Ихвельнихт. А, это медведь. Ну ладно. Ну что, нравится вам здесь? Ага. Классно. Надо как-то идти и в машину идти. Так, здесь находится камень желаний. И Саня сказал, что у камня желаний вот такое вот лицо должно быть. Так, мы едем. А Саня почему-то придумал бежать. Он говорит, я побегу бешком. И бежит ведь. Ой, кто тут? Кто тут? Кто тут? Кто тут? Темно, ничего не видно. Красиво. Я поставила видеоразон. Поставь сюда телефон и буду снимать. Ну что, классно, Баня? Да! Да, да, да. Поля смеется смешно. Электрический самовар. Но все равно. Мама, где моя сумка? Все в большой сумке, в одной. Как ощущения? Жарко. Жарко. Если вы ходите в баню без книги, то вы не Полина. У каждого своя баня. Первый пошел. Второй пошел. Куда вы, ребята? Подождите. Куда вы? Начинается дуэль. Ах, русская ты зимушка. Ах, как хороша. Радуйся, радуйся. Русская душа. Получай. Попал. Радуйся. Радуйся. Ой, больно. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Как хорошо. Ой, хорошо. Я шла. Получить. Что ты? А запах хорошо. Ааа. Ох, снимай по голове. Давай. Возьми чай. Мы варимся. В чайне. Ой, супчик. Сейчас есть специи. Укроп, петрушка. Я соль сюда кинула, но я уже нет. Сколько температур, Наташечка? 40 градусов. Теперь такой температурой навевают все микробы. И умерла. Ничего нет. Что, что микроб? Ага. Никаколки, ребятки. Поглубже заходи. Ой, только это надо быстро делать. Быстро, быстро, быстро. Быстро. И обратно в баню греться. Ну как? Ох, ох. Ну что, с легким паром у нас. Время полодиннадцатого. И мы едем домой. Там меня видно. Мы остановились на заправке Лукойл. Потому что у нас же не было света целый день. Вообще сейчас в чате пишут, что вроде как он появился. Тут он. И уже 10 секунд было, вы представляете? Но мы решили на всякий случай перекусить на заправке. Потому что если мы приедем и света не будет, мы останемся сказочно голодными. Здесь такая очень красивая новая заправка. Похожа прям на какой-то этот Токио-сити какой-то. Я включила подзарядку. Такое большое кафе. Все стеклянное. Красивая аптека есть. В общем-то прям такое. В креслицах можно полежать. Мне нравится. А у меня мокрая голова. Потому что фен был. Все было прекрасно, кроме фена. Фен вообще моя головная боль. Когда я куда-то езжу, я стараюсь голову не мыть. Потому что обычно те фены, которые в отелях или в гостиницах, в каких-то таких местах, они очень слабенькие. Мне голову просто не высушить. Ну ладно. Такое расслабление. Прям кайф. Как будто джунды какие-то.